Всем привет любителям компьютерного железа! Как и обещал видео, как выбрать блок питания. Видео будет из двух частей. Сегодняшняя часть, сколько на самом деле потребляет системный блок. Ну что же, приступим! Как видите, подготовился основательно. Измерим тремя способами. Электрический счетчик, он исправно. Остался после плановой замены на новый по городу. Мерит он циклами не в моменте. Имейте ввиду, китайская розетка, насколько точно не могу сказать. Возможно, есть погрешность. И мультиметр, который максимально точно может показать нам напряжение сети, силу тока и с помощью формулы узнать мощность потребления. Замерять потребление будем у этого старенького системника. Материнская плата на нем Asus Prime, чипсет Z590, процессор i5-11400, видеокарта RTX 3070. Проветривается с помощью пяти вентиляторов. Нагружать будем стресс-тестом питания программы оси сети. И будет еще один тест потребления в играх. А теперь подаем высокое напряжение. И погнали! Итак, меряем напряжение сети. Примерно получаем 216-218 вольт. Затем переключаем на измерение силы тока щуп и тумблер. Поворачиваем до переменного тока. Устанавливаем на 20. По схеме, как на картинке, надежно соединяем с помощью трехполюсного автомата. Щупы, вилку и приходящую в фазу и ноль. Вставляем вилку в розетку и начинаем испытывать. И разряды пошли по проводам и видим, как тяжко процессору. И сразу скажу сейчас, это нестандартная его работа. Не положено ему потреблять до 175 ватт, чтобы работать на частоте 4200-4400. Ему достаточно и 100 ватт для этого. Но теперь вы видите, что башня с 5-ти медными трубками, заявленными 160 ватт на коробке, не может охладить и даже 130 ватт потребления. Что касается потребления, только в таком безбашенном тесте системный блок потребляет максимум, мы увидели, 555 ватт по мультиметру. Китайская розетка показала максимум 565 ватт. Как потребление упало у процессора до 130, упало и общее до 510-520. А при нормальных, адекватных, максимальных нагрузках эта система может работать всего при 480 ватт. Теперь посмотрим, сколько потребления в игре Cyberpunk. Видим, что видеокарта почти на максимуме 95-97% загруженности. Выдает стабильные 42 кадра. Так же, как и сказал процессор, при этом демонстрирует свою работу на частоте 4200 при всего 77 ватт. Общее потребление системного блока не превышает 420 ватт. И спрашивается, зачем рекомендовали 650 ватт для RTX 3070. Данную систему питал 10-летний блок питания фирмы Aerocool StrikeX на 600 ватт. И продолжает, кстати, работать. В следующей части расскажу, как выбрать блок питания, чтобы служил надежно, долго и без лишних переплат. А вы подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. И пишите комментарии, особенно кто любит веселое. Вместе обязательно посмеемся. А у меня на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok